Герои не умирают. Они уходят на небеса и внимательно наблюдают за нами. А герои Великой Отечественной войны требовательно следят за теми, как мы хранили, и покой нашего Отечества, который они подалили на путь на средние годы. Под именем благодарных людей, живущих в Белой Руси, я обращаюсь к вам, ушедшим от нас, к ветеранам Великой Отечественной войны, к друженикам пыла. Преклоняясь перед вашим подвигом, мы гордо и с честью заявляем. Мы свято храним память о вашей победе. Нашей победе мы не позволили и никогда не позволим исказить правду об этой победе, фальсифицировать и отнять ее у наших детей и внуков. Мы делаем и сделаем все, чтобы они жили в мирной и независимой стране. За весь период суверенной истории Беларуси мы не разрушили ни одного памятника, не позволили надругаться над памятью героев боев, прокатившихся по нашей земле. Мы боролись за правду о войне, за правду о вашем подвиге. Нам не стыдно перед вами, смотрящими на нас с небес, перед ветеранами Великой Отечественной, с тревогой, наблюдающими за безумцами, толкающими планету к новой мировой войне. Как и 71 год тому назад, мы уверены, жизнь и справедливость победят, варварство и смерть. Но для этой победы нужны воля, мужество и жертвенность всех людей и народов, желающих жить в мире. Их единство перед лицом опасности. Нельзя забывать, что именно единая семья братских республик Советского Союза появилась той могучей силой, которая сокрушила нацизм и тем самым спасла человеческую цивилизацию от истребления и повального рабства. Мы помним, как развитые страны Европы, обладавшие мощным военным потенциалом, одна за другой бросали оружие и склонялись к покойности перед фашистской вермолой. Некоторые наши безболи. Всех парализовал тот ужас, который внушали у строителей нового мирового порядка. И только советский народ, еще не оправившись от революционных потрясений, не залечив как следует раны многолетней гражданской войны, не пал духом перед фашистской армадой. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Эти слова стали священным, дивным в то время. На защиту Родины поднялись все, выгадывая эти цели солдат, рабочие и хлебопашки, женщины и старики, вчерашние школьники и школьницы. Волна патриотического порыва и народного гнева была настолько сильной, что мстить за погибших отцов и матерей на фронт сшили даже дети. Это была поистине Великая Отечественная война. Невиданная готовность миллионов людей самопожертвовала. С героизм солдат и дружеников тыла, талант военноначальников, ученых, инструкторов, специалистов, военных заводов, организующие роль государства, обеспечили крат Третьего рейха и его успешников. Мы горды тем, что неоценимый вклад в победу над фашизмом внес наш белорусский народ. Его сыновья и дочери стояли насмерть в Брестской крепости. Мужественно сражались под Москвой и Сталинградом. На Курской дуге рефорсировали их и праг. Это они освобождали Варшаву и Прагу, Будапешт и Вену брали Берлину. На фронтах воевало около миллиона трехсот тысяч уроженцев нашей земли. Более четырехсот из них удостоились высокого звания Героев Советского Союза. В нынешнем году мы не только со слезами радости отмечаем День Победы, но и со слезами горечи скорбный юбилей 75-летия со дня геролумного нападения нацистской Германии на СССР. Беларусь первой из советских республик приняла на себя жестокий удар агрессор. Здесь, впервые с начала Второй мировой войны, самодовольные покорители Европы получили настоящий отход, что привело к взрыву их плана военнослужащей войны. С установлением на белорусской земле оккупационного режима сопротивление агрессорам нарастало с каждым днем. За этот период наши партизанские отрады и соединения уничтожили более полумиллиона вражеских солдат и офицер. Не меньше, чем союзные армии в Соединенных Штатах Америки и Великобритании после открытия второго года. Развернувшаяся на нашей территории рельсовая война почти вдвое сократила поставки вооружений и техники в гитлеровские войска и стала зарогом успешной реализации стратегических планов всей войны. Одним из них блестящая операция «Погридион», завершившая разгром немецкой группировки армии «Центр» и освобождением нашей родной земли, нашей Беларуси. Это ответ тем, кто пытается очернить историю движения сопротивления на беларусской земле. Даже Гейнгер, спешенный эффективными действиями наших партизан, приказал считать войну с ними равнозначным сражением на фронтах. Геларусь дорого заплатила за победу. Фашисты превратили наш цветущий край в чудовищный конвейер смерти, создав здесь около 260 концлагерей и 110 лет. Арест, пытки, расстрелы, виселицы были обыденными атрибутами этого режима и нашего прекрасного мира. Весь мир задоркнулся, узнал, что эсэсовские зондеркоманды стерли с лица земли тысячи беларусских деревьев, из которых более 600 сожгли вместе с живыми людьми, стариками, женщинами и детьми. Мы никогда не забудем тех, кто поднял за нашу свободу, сражаясь во фронтовых окопах и в партизанских лесах, под поле и в профессиональной разведке, кто был замучен в лагерях смерти в застенках и вестах, кто умер от тяжелого труда, холода, голода и недоедания в тылу, отдавая все для фронта и для победы. Склоним же головы перед бесчисленными жертвами Великой Отечественной, отдавшими свою жизнь во имя нашей победы и почтим их минутой молчания. Все, минута молчания. Политвы. Великой Отечественной, Великой Отечественной В ней является мир и спокойствие по планете и нашей родной земле. Помня уроки войны, мы проводим последовательную политику добрососедства и миролюбия. Нам дороги братские отношения с русскими и украинцами. Мы высоко ценим дружбу и сотрудничество с другими нациями и государствами. Мы сделаем все, чтобы белорусская земля всегда оставалась благодатным толком стабильности, созидания и доброй воли. Поэтому мы заботимся о безопасности Родины, постоянно укрепляя ее оборонный потенциал и отстаивая мирные способы решения любых проблем на международной арене. Как завещали нам наши отцы и деды, братья, ценой жизни защитившие Родину от коричневой чумы. С праздником Великой Победы вас, дорогие друзья и гости белорусской столицы. Счастья и благополучия всем вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!